Друзья, всем огромный привет! С вами Виталий. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем смотреть очередной дом в аренду. Он находится за моей спиной. Тот дом, который я снимал в предыдущем видео, мы на него подавали платную заявку, но нас не взяли. Перед нами были люди, которые подошли. Мы типа были вторые на очереди. Когда мы подали заявку, нас сразу предупредили, что перед вами есть люди, они рассматриваются. Только если они не подойдут, дальше рассмотрение переходит на вас. После нас также могли быть заявки. Кто первый подавал, так оно по очереди идет. В основном это так работает. Получается, что первые люди подошли. Нам написали, что уже не актуально. Sorry, дом сдан. И теперь у нас есть вариант перенести заявку на другой дом, который есть у них на сайте. Но именно на этом сайте, потому что я подавал еще на другом сайте, я снимал там раньше. У меня там есть месяц, который уже заканчивается, где я могу перенести заявку на другой дом. Там больше вариантов, но там пока нам что-то ничего не нравится. И вот этот второй сайт, где я подавал, и у них всего там 4 или 5 домов, выбора особо нет. И они мне сами уже второй раз пишут и звонят, говорят, что есть дом, хотите ли вы перенести заявку сюда. Но он как бы дорогой этот дом. Он дороже намного, чем я думал. Сейчас, в общем, покажу. В принципе, нам понравился дом. Единственный минус это то, как я хотел, как дом обычный, вот с подъездной дорожкой, с драйвери, с своим, где машины можно ставить. Здесь такого нет. Здесь получается вот такой тупичок с гаражами. А дом вот на углу улица, ну, она проездная, но здесь вот чисто соседи живут. Это очень хороший пригород Сакраменто, Фолсом. Кто знает, здесь новый шикарный район, шикарная школа. Короче, школу покажу, если снимем вдруг, вдруг снимем этот дом. Школа там просто какая-то невероятная, шикарная, новая. Дом двухэтажный, здесь 1944 скорфита, намного больше, чем тот предыдущий дом, который мы с вами смотрели. Этот дом brand new, здесь никто ни разу не жил. Это новый, новый, нульцевый дом. И пахнет, короче, полностью новым. Он приготовлен, даже вычищенный, вымытый, от строительной пыли. В общем, давайте смотреть. Итак, вот входим, здесь вот такая гостиная. Справа сразу идет такой небольшой гостевой туалет. С манитазом, раковиной и окно. В общем, здесь новое все, рулетки, все, все такое новое. Но свеже покрашено, высокие потолки. Ну, даже здесь, видите, тоже обычное зеркало. Все просто прикручено к стене на саморезе. Но здесь все простенько достаточно. Дверки, все оно, в принципе, простое, новое. Но так, застроят в Америке. Дальше. Здесь второй этаж. Дальше мы с вами посмотрим. Здесь вот первый такой шкаф. Сделали они под ступеньками. Аж сюда за поворотом. Вы представляете, полностью использовали пространство максимально. Нужно нагинаться, но можно что-то туда заложить. Такое, которое, которым пользуешься нечасто. Дальше. Здесь у нас гараж. Смотрите. На две машины, как открыт. Ну, вот так. Здесь машины бросать, конечно, нельзя. Только в гараж. Либо, ну, вот просто на улице. Дальше. Ливень рум. Небольшой, с кухней. Очень хорошего качества. Холодильник. Духовка. Плита. Очень хорошего. Вот. Подметал. Металлическая. Пахнет все новеньким. Изолента. Видите, вообще еще никто ничего не пользовался. Ничем. Газовая плита. Я думаю, что она очень дорогая. Хорошего качества. Даже Wi-Fi написано. На духовку, что ли, или что? Микроволновка. Полки. Посудомоечная машинка. Шкаф. Кухонный. Хорошая раковина. Большая. Окно здесь есть. Правда, здесь забор и соседский дом уже идет, но все равно свет есть хоть какой-то. Остров. Остров большой. Достаточно толстая плита. Гранитная. Солидная такая. Розетки даже по бокам есть здесь. И здесь я видела розетку. Здесь можно поставить большой стол. Обеденный. Здесь, там, либо здесь. Ну, скорее всего, здесь. Там диванчик с телевизором. А вот большое окно здесь. Там два маленьких окна. Вид на дорогу. Солнечные панели также есть наверху. Управление температурой здесь. У нас есть. Привет, малыш. Привет. Помаши привет людям. Помаши ручкой. Бегает, осматривается. Очень много таких приколов, которые... Свет можно делать тусклее, либо ярче. Дальше. Бэкьярд. Бетонный, правда. Здесь нет ни травы, ничего. Да нет, горячий. Горячий может быть бетон. Не надо. Ну, такой средненький. Немаленький, я вам скажу. Ну, и небольшой. Тоже здесь на улице, так сказать. Козырька никакого нет. В принципе, сейчас ближе к вечеру здесь тень на этой стороне. Тоже, в принципе, какой-то стол, горку. Даже бассейн здесь можно разместить. Ну, здесь много чего можно разместить, на самом деле. Водичка здесь есть. Вот это что-то еще. Розетки. Это кондиционер отопления. Ну, и здесь вот это мусорные баки. Калитка там есть. Дальше идем. Так. Идем теперь на второй этаж. Взял сыночка. Помаши ручкой все. Привет-привет. Ковролин везде. Хорошего качества. Очень мягенький. Приятный на ощупь. Новенький. Здесь вот эта вот зона. Я не знаю, как ее назвать. Отдельный комнат. Нет, это как бы помимо трех спален. Получается вот такая как зона. Может быть, вот это левин-рум. Получается на втором этаже. Вот такой вот открытый. Тоже для диванчика, для телевизора. Не знаю, вот такая комнатка. Большая, достаточно открытая. То есть здесь просто сидеть, общаться, расслабляться. Не знаю, ну, здесь слышно то, что и внизу происходит. И внизу, наверное, слышно то, что мы здесь разговариваем. Вот так лестница выглядит. Окно. Ну, симпатично, современно все смотрится. Мне нравится. Нам этот дом внутри очень понравился. Снаружи вот этот, что нет драйвери. Так как я хотел. Дальше. Давайте покажу вам мастер-бедром. Это основная большая мастер-бедром. В принципе, она сравнима со всеми домами, которые я смотрел раньше, где главная мастер-бедром по размерам, она примерно такая же. Вот, очень, но здесь классно, что верхний этаж отдельно можно регулировать температуру внизу отдельно. Здесь вот может быть комодик какой-то с телевизором. Допустим, здесь вот кровать между вот этими розетками. Окно. Так, чтобы к кровати подходить с двух сторон можно было. Дальше ванная комната. Здесь отдельно они сделали туалет с дверью. То есть здесь двери нету. Здесь туалет с дверью. И здесь получается такая просторная душевая ванная комната с двумя раковинами. Тоже много полок. Окно. Большая комната душевая. Неплохо. И тоже большой шкаф. В принципе, как и в предыдущем доме, очень много места. Смотрите. Потолки везде высокие. Тут может поместиться все, что угодно. Далее. Идем сюда. Здесь у нас тоже шкаф небольшой. Полки, полки, полки для хранения. Здесь, как это называется, прачечная. Смотрите, сушка и стиралка. Новенькие, большие. Современные Samsung. Видите, внизу с таким ящичком. Здесь тоже ящики. Напротив еще один туалет с ванной. Тоже две раковины. Огромное зеркало. Наверху сейчас жарко. Здесь внизу включен кондиционер. Вверху не включены. На улице почти 45 градусов жиры. Вот эта спальня сейчас получается. Сторона. Тяни, бей. Вот эти спальни, получается, у них, которые не мастер-бедром, они примерно все одинаковые, как и в других домах. Такие небольшие комнатки со шкафом. Это, в принципе, все стандартная тема. И с этой стороны получается, как почти зеркальная, да, комната такого же размера, тоже шкаф. Сейчас это вот солнечная сторона вечером, получается. Вот здесь прям жарко. В принципе, все показал. Значит, это 1944 скорфита. Стоит 2895 долларов. Почти 2900 долларов. Это, конечно, очень дорого. Но за такой новый дом, где еще никто не жил, в шикарном, дорогом районе, так сказать, с шикарной школой. Это Фолсом. В общем, кто знает, это хорошее место. Я не знаю, можно ли торговаться. Я, конечно, спрошу, если бы они уступили. Вот второй момент. Хочу спросить, есть ли кто-то перед нами в очереди. Может, и нету, потому что она мне сама звонила сегодня. Предлагала этот дом. Может, никого нет в очереди. В принципе, я могу сделать трансфер на этот дом. У меня уже проплачена есть аппликация. Как я говорил в начале, где дом тут ушел, теперь я могу перенести в течение 30 дней на их сайте, на любой другой дом. Можно перенести аппликейшн на этот дом. Здесь есть солнечные батареи, здесь будет дешевле электроэнергии. Но также нужно будет платить все остальные коммунальные услуги. Сколько их будет, я не знаю. Всем нашим понравился дом. Сейчас будем думать, решать, разговаривать. Сумма тут большая. Депозит такой же. Срок аренды 12-24 месяца. Не знаю, почему такая вилка может быть. Если на 24 месяца может дешевле, будет на 12 может дороже. Этого я не знаю. Мы смотрим дома. Нам, в принципе, не спешно. Вообще нам не горит. Мы живем в апартаменте. У нас 30 дней на расторжение. Я уже говорил в предыдущих видео. Просто присматриваемся. Но из-за того, что мы хотим что-то поменять. Из-за того, что мы смотрим, постоянно что-то появляется. Приходится рассматривать варианты. Ездить, смотреть. И вдруг что-то срастется и переедем. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментах. Нам дом понравился. Единственная цена. И это уже не Сакраменто. Это пригород. Это намного все новее. Все районы, магазины, дороги. Все тут просто на высшем уровне. Сакраменто. Там, где мы живем. Мы живем в самом Сакраменто. Это, конечно, старая-старая часть города. Где все очень старое убитое. И контингент живет соответствующий. Поэтому хочется выбраться оттуда со временем. Что-то лучшее типа такого. Пишите свое мнение в комментах. Ставьте лайки. С вами был Виталий. До новых встреч. Пока.